Здравствуйте! Сегодня у нас с вами мастер-класс по созданию афиши в приложении Snapseed. Я использую это приложение уже на протяжении полтора года и мне оно очень нравится. Самое главное, что оно работает оффлайн, для этого вам не понадобится интернет. Для андроида можно скачать его на Play Маркете, например. Открываем приложение. В этом месте можно добавить любую фотографию. Нажимаем на плюсик. Выбираем файл, который вы хотите открыть. Например, для создания афиши это может быть ваша фотография. Выбираем подходящую фотографию. Теперь вы можете сделать следующие вещи. Итак, открываем внизу графу инструменты. Далее вы можете кадрировать. Значит, вы можете, например, сделать квадрат. Здесь он вам показывает, какие будут его границы. К примеру, для Instagram лучше использовать как раз квадратное изображение. Давайте мы его сделаем. Нажимаете на галочку справа. Таким образом у вас появляется квадратное изображение. Что можно сделать еще? Можно посмотреть разные стили, как он будет выглядеть в разных стилях. Это все можно пролистать. Вот такой вот эффект есть. Сейчас он нам его покажет, немножечко думает. И далее можно, например, сделать черно-белую фотографию. Давайте оставим черно-белую. Опять, чтобы сохранить, нажимаем галочку внизу справа. Сохранили. Далее, если мы хотим внести какую-то запись. Вот, посмотрите, вы здесь можете изучить. Есть очень много разных эффектов, но для создания афиши нам нужен самый простой. Нам нужно просто внести текст. Выбираем текст. И здесь есть разные заготовки. Есть те, которые уже можно пользоваться в бесплатной версии, а есть те, которые только в платной. У меня пока что стоит бесплатная версия. Итак, давайте что-то выберем из этого. Можно сделать вот такой вот кружочек, нажать на него два раза и набрать текст. Ну, к примеру, «Концерт с крипичной музыки». Здесь появляется такая вот надпись. Смотрите, что с ней можно сделать. Можно, чтобы было не такой насыщенный фон у нашего кружочка. Можно сделать его каким-то цветным. Этот кружочек также можно увеличить и можно его сузить с помощью движений пальцев. Или можно вообще поменять и сделать в другом стиле. Вот посмотрите, может быть так, может быть так, может быть вот так. Ну, к примеру, мне кажется, что вот для нашего такого официального черно-белого варианта вот такой подойдет. Также вы можете выбрать любой цвет из палитры. Просто на него нажимаете. Если вам понравился такой эффект, нажимаем опять-таки на галочку на галочку. Эффект сохраняется. Например, вы хотите добавить еще к этому рамочку. Есть вот такие разные варианты. Вот, смотрите. Ну, добавим вот такую вот черную рамку. Опять-таки, чтобы сохранить эффект, нажимаем на галочку. Что нам нужно сделать еще? Я думаю, что нам нужно написать дату концерта. Мы снова набираем текст. Здесь снова два раза. Теперь пишем 1 января 2021 года, к примеру. 19.00. Или это мы отдельно напишем. Пускай будет отдельно у нас такая вот дата. 1 января. Сохраним ее. И отдельно нанесем также текст. Далее. Стираем то, что здесь написано и пишем 19.00. Окей. Также можно увеличивать, можно уменьшать до определенных пределов. Ну, предположим, вот так. Далее. Чтобы вам все это сохранить, снова нажимаем на галочку. Теперь, если вы хотите, и вам все понравилось, и вы хотите целиком сохранить всю эту композицию, нажимаем экспорт и сохранить. У вас получается такой портрет. Он сохраняет все эффекты, которые здесь были. И таким образом вы вот буквально за пять минут сделали замечательную афишу легким движением руки, с чем я вас и поздравляю. Успехов вам, красивых афиш и развития. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok